Если говорить о ситуации в Украине, что произошло за ночью, за прошедшие сутки города и села Луганщины выдержали 16 массированных артиллерийских атак, россияне разрушили 2 школы и 20 домов. Войска Российской Федерации сейчас штурмуют рубежно и попастную, об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Ну и также продолжается героическая оборона в Донецкой области, не только в Мариуполе, еще в городе Марьинка, поселок, по которому россияне наносят массированные артиллерийские удары по жилым массивам, также пытаются взять штурмом сам город и позицию украинских военнослужащих, Марьинка уничтожена так же, как и Мариуполь. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, и добавлю, что не только Марьинка, не только Мариуполь, еще так же уничтожена Волноваха, уничтожен город Счастье, это Луганская область также в ужасающем состоянии, Станица Луганская, Лисичанск, Северодонецк и многие другие города Донбасса, Харьковской области также. Ну и 29 апреля добавим, что россияне убили двух гражданских во Времовке и Шандриловском районе, это Донецкая область, об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, удалось уточнить информацию двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе в Волновахе вообще пока что установить невозможно, собственно. Мы говорили официальные власти Мариуполя, избранные, а не те, которые сейчас становятся гауляйтерами города, о том, что более 20 тысяч мариупольцев уже погибло от действий Вооруженных сил Российской Федерации. Я напоминаю, что более 7 тысяч украинцев вообще пропали без вести с начала полномасштабного российского военного вторжения. За это время правоохранителям удалось разыскать более половины, почти тысячу пытаются опознать по ДНК. Также медикам разрешили проводить плановые операции в безопасных регионах. О ситуации в Украине в очередной день противостояния российской агрессии давайте посмотрим материал. Синий-желтый флаг вновь над русской лозовой, что на Харьковщине. Село полностью под контролем украинских военных. Именно отсюда враг прицельно обстреливал Харьков. Из села, жившего в оккупации с начала полномасштабного военного вторжения, эвакуировали жителей. Вы представляете, какой ужас им пришлось пережить за эти 64 дня оккупации? Многие из них разъехались по родственникам в Харькове. Остальным мы предоставили жилье, обеспечили продуктами, предметами первой необходимости. Нам сказали, вам только билет в один конец. Только Россия и никакая Украина вам и не светит, и не поможет. Я когда увидела наших крайне светлых ребят, я не могу. Я, честно говоря, такая благодарна, что я не знаю. Дома горят, шифер летит. На огороде у нас 14 таких ямок было, от осколков. Я не знаю, от чего. На погреб так упал, а погреб такой трясся. Я не знала, я думала, что я умру. За сутки в Харькове и области в результате артиллерийских и минометных ударов погиб мирный житель Пятера пострадали. Жертвами обстрелов стали накануне и двое мирных жителей Донецкой области. Четверо получили ранения. Днем и ночью по городам и селам российские оккупанты открывают огонь из всего, что есть, применяя грады и устраивая авианалеты. Пытаются продвигаться вперед, но безуспешно. В реализации основного плана захвата территории Донецкой и Луганской областей враг не продвинулся и основные свои действия сосредоточил на авиационных ударах и мощных артиллерийских обстрелах. Это относится к населенным пунктам, в первую очередь, по линии фронта, а также и к более отдаленным местам. Краматорские и Бахмутские районы также подвергались авиационным и ракетным ударам. Мариуполь, которой российские оккупанты грозились взять за три дня, по-прежнему украинский город и по-прежнему под авиаударами. Российские оккупанты продолжают блокировать Азовсталь. В городе уличные бои. Не оставляют попыток оккупанты установить полный контроль над рубежным и попасной Луганской области, готовятся к продвижению на Северодонецк. При этом поливают из артиллерии и позиции защитников Украины и мирные города и села, пытаясь превратить последние в руины. Вновь оказалась под обстрелами и Днепропетровская область. Здесь российские оккупанты вели огонь из реактивных систем залпового огня, градов и ураганов. В нем также продолжались обстрелы по всему рубежу обороны. Это более 100 километров фронта. Зеленодольскую общину оккупанты за сегодня обстреливали 6 раз. Под удары ураганов опять попала большая костромка, малая костромка. Повреждены около 10 домов, мирных жителей, автомобилей, хозпостройки. Тем временем бойцы сил операции объединенных сил только за сутки успешно отбили 14 атак врага. Окупанты потеряли 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронетехники, а также 7 беспилотников и самолетов. Николай Саракваш, Марьяна Дмитренко. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. И возвращаемся к сводке с украинских полей противостояния Российской Федерации. За сутки 29 апреля украинские военнослужащие поразили 10 российских воздушных целей, один штурмовик, Су-25 и сразу 9 беспилотников в Орлан-10. Средняя стоимость такого беспилотника это приблизительно 100 тысяч долларов, от 70 до 100 тысяч долларов. Уничтожили подобные воздушные цели абсолютно разными способами поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства, за что мы говорим огромное спасибо нашим партнерам подобного вооружения. В следующие дни станет еще больше. О таком вооружении далее будем говорить. Но пока скажу, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки уже начинают обучение украинских военнослужащих в Германии. К обучению на территории Украины США пока не вернутся. Все они будут происходить за пределами украинского государства. Обучают украинских военнослужащих, в том числе, как управляться с той техникой, которая передается Украине, защищать украинские мирные народы украинских городов, в том числе самолеты Ф-16, которые будут передаваться по ленд-лизу Украине. И если говорить о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, что они говорят о дне, который прошел. По состоянию на 7.00 российские подразделения пытались ввести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довганьке. Успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском районе противник пытался развернуть силы и средства противовоздушной обороны. Также вчера в Харьковской области было освобождено несколько населенных пунктов, что не может не радовать. В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделения украинских войск. Добавлю, что постепенно возвращается еще в Киев, в Украину дипломатическая сила, очень, мне кажется, важное направление. Также в аспекте прекращения российской агрессии в Украину. В Киев вернулась Мелинда Симмонс, это посол Британии в Украине. Она сообщила у себя в Твиттере о своем возвращении. Сейчас видим как раз на экране твит Мелинды Симмонс. Постепенно в Киев, в Украину возвращается представительство других стран. Не только о возвращении дипломатических ведомств, но и о том, как идет российское продвижение на территории Украины, российской агрессии, о том, как украинские военнослужащие дают эффективный отпор таким продвижениям. Об этом не только буду говорить с Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Давайте я зачитаю сейчас заявление от чиновников Пентагона. Вот такое заявление распространяют американские СМИ. Россия планировала, что пока должна была просунуться гораздо дальше на пути к окружению ВСУ на востоке Украины и столкнулась с сопротивлением и отстает от своего плана наступление по меньшей мере на несколько дней. Также ваши коллеги говорят, что продвижение Российской Федерации остановилось, по сути дела, и ту битву за Донбасс, которую анонсировали российские пропагандисты, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока что эта битва, ну, скажем так, идет не так эффективно, как это видели в Кремле. Что можете сказать по этому поводу? Действительно, события, если брать не, скажем, две недели назад, а с самого начала, то есть события пошли сразу не по плану, где-то, наверное, на второй-третий день вторжения в Украину. То, что по оценкам многих экспертов, военных, политиков, как в дальнейшем должны были развиваться боевые действия России после вывода из Киевской, из Черниковской области, то есть классика, они должны были сосредоточить усилия на донецком направлении, и в какой-то момент, как вы вспомнили слова президента Зеленского, то есть в какой-то момент должен быть нанести или попытка нанести решающий удар, который приведет к окружению украинской группировки сил, которые были на донецком направлении, или одним, или двумя линиями охвата. Но, как мы видим, вся эта российская операция идет явно не по плану, идет вяло, и, в общем-то, учитывая то, что все это должно быть по фановленному российскому плану завершено к 9 мая, то сейчас перспективы такого, скажем, даже локального успеха России довольно призрачные. Факторы, которые на это повлияли, они также известны, это кроме собственных ошибок России, это в первую очередь сопротивление, которое они не ожидали от украинской армии, и, в том числе, реакция международного сообщества, которая выразилась не только в дипломатической и политической поддержке, но и в абсолютно практическом, то есть поставки, беспрерывные поставки помощи Украине, и в том числе вот сейчас этап, тогда уже пойдет, действительно, кроме оружия советского производства, пойдет качественно новое оружие натовское. А добавим, сейчас мы можем показать еще карту от Института изучения войны, вот сейчас видите их на своих экранах, это карта от 29 апреля 2022 года, основные направления вот атак Российской Федерации, сейчас видим, ну, это Херсонская область, Николаевская область в том числе, это, естественно, Донецкая, Луганская области и Харьковщина. Ваши коллеги, Алексей, говорят о том, что Украина пока что не имеет того контрнаступательного, контрнаступательной силы, которая, в принципе, будет достаточно для того, чтобы продолжать деоккупировать украинские регионы, вот, к примеру, Херсонскую область, к примеру, Юг Запорожья, Юг Запорожской области, Юг Донецкой области, с ландлизом, с той помощью, которая нам приходит. Вот подобные контрнаступательные действия, освободительные действия, их, возможно, будет проводить? Разумеется, единственное, что это вопрос времени. Кроме того, если, скажем, оценить подходы двух сторон к тактике боевых действий, то, я думаю, здесь вопрос даже не в наличии наступательного потенциала со стороны Украины для такого мощного контрудара. Это также вопрос в том, чтобы это контрнаступление гарантированно привело к успеху и с минимальными жертвами среди военнослужащих украинских вооруженных сил. Потому что понятно, что любое наступление, оно, скажем так, имеет опасность того, что потери больше в рядах наступающих сил. Поэтому я думаю, что в тот момент, когда будет абсолютно полная уверенность, когда будут измотаны наступательные возможности России, вот в тот момент, наверное, и Украина сможет, скажем, нанести решающий удар. Ну а лингвиз — это, в общем-то, долгосрочные, то есть это не завтра придут эти вооружения, но это обеспечит то, что если боевые действия будут длиться, скажем, недели, месяцы. Добавлю, вот если возвращаясь к теме карты подобной, попрошу коллег опять ее показать, на экраны, вот еще одно направление — это полностью юг. Я напомню, что представитель Центрального военного округа Российской Федерации, Минникаев, он говорил о планах РФ выйти, в том числе, на границе вот региона, который сейчас слева, это Молдова, так называемая Приднестровская Молдовская Республика. Вот на протяжении нескольких последних дней на территории так называемой ПМР были определенные волнения, люди выезжали с территории так называемой ПМР в сторону Молдовы, были якобы провокации, ну и внутренние провокации, и якобы российская пропаганда там разгоняла, что ВСУ будут нападать, естественно, ВСУ ни на кого нападать не будут. Ситуация пока что, я так понимаю, стабильная, по крайней мере, по тем сообщениям, которые есть. Почему, по вашему мнению, вот успокоилась ситуация с ПМР, опять отложили планы русские, либо же это на время? На мой взгляд, это подтверждение одной из версий в оценках, которые были, когда начались первые провокации в области Приднестровья, это подтверждение одной из версий о том, что на самом деле Россия не собиралась активизировать боевые действия на этом направлении, и тем более задействовать тот ограниченный небоеспособный по сути контингент, который есть на территории Приднестровья. А скорее всего, это была такая очередная провокация, чтобы спровоцировать еще один потоп беженцев в сторону Европы, как с территории самого Приднестровья, так и с прилегающих регионов, то есть тех беженцев украинских, которые уже были на территории Молдовы, ну и дестабилизировать один из самых безопасных регионов Украины, то есть Черновицкую область. То есть Россия пыталась задействовать еще один инструмент, гибридный инструмент ведения войны, а именно создать обострение кризиса мигрантов на территории самой Евросоюза и на территории Украины. Я добавлю, сейчас на оккупированных территориях Украины вот есть такая придумка у российской пропаганды, у Российской Федерации самой о создании так называемой Южной Руси, появились в интернете, появились уже в социальных сетях якобы документы о создании Южной Руси, что происходит вообще на территории оккупированной, временно неподконтрольной украинской власти территориях, к примеру, Мелитополь. Там вот российские так называемые квази-власти планируют с 1 мая ввести в наличный оборот российские рубли. Запорожская областная военная администрация об этом сообщает. Для реализации своего плана на днях собирали местные так называемые квази-власти коллаборантов, бывших сотрудников банковской системы. Оккупанты планируют отправить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Сбербанка, украинского счетбанка запустить работу Сбербанка Российской Федерации. Не слишком ли долгосрочные планы у Российской Федерации? Ведь продолжается этап переговоров. Украине поставляется вооружение серьезное. Да, возможно, за 2-3 недели, за неделю, скажем так, даже если оно прибудет за это время, украинские военнослужащие не смогут его максимально эффективно использовать. Но тем не менее, что вы скажете по поводу так называемой Южной Руси, о планах Российской Федерации создать на юге Украины новое квази-образование? Во-первых, это далеко не новые планы. Еще вам напомнить, что в 2014 году было такое кодовое название этой операции «Подкова». Россия планировала создать так называемую Новороссию, начиная от Харьковской области и заканчивая Приднестровьем. То есть это, в принципе, то, что сейчас они опять, ну, по крайней мере, декларируют сделать. Российские идеологи постоянно на разном уровне пытаются, скажем так, обосновать, как это сделать, механизмы. Ну, в том числе это как вариант создания цепочки таких вот ЛНР, ДНР, ХНР и так далее, и так далее. Посадить там, как они называют, дружественные режимы. То есть создание, ну, во-первых, это расчленение Украины, и второе — это создание такого буфера дружественных, как они говорят, режимов Российской Федерации. Ну, и понятно, что это традиционная тактика России создания замороженных конфликтов, таких вот горячих точек, которыми можно управлять, активизировать, в любой момент использовать в целях шантажа, переговора. Ну, опять-таки, это ключевой вопрос «Если». Ну, скорее всего, я думаю, что в этот раз шансы реализации такого плана даже ниже, чем они были в 2014 году. Я напомню нашим зрителям, что постепенно, уже переходя еще к одной теме, постепенно в Киев, в Украину возвращаются дипломатические ведомства разных абсолютно стран. Вот мы с самого начала перед нашим разговором видели заявление Мелинды Симмонса, посла Британии, в Украине. И постепенно, как говорят наши коллеги, есть такой тренд, который набирает постепенно обороты. Это изоляция Российской Федерации, дипломатическая теперь также, полная изоляция. Вот сейчас попрошу наших коллег показать вот один из постеров, который сейчас становится все более и более популярным по Европе, по миру. Именно «Cancel Russia», говорят вот так, отмените Россию, отмена Российской Федерации из-за их действий в том числе. К дипломатической изоляции России также призвал глава фракции социал-демократов в Бундестаге роль в цене. Вот как вы считаете, к чему может привести вот подобное заявление? Пока что это заявление, да, у нас есть ограничения для Российской Федерации в определенных сферах, но не полная изоляция. Что вообще такое дипломатическая изоляция для Российской Федерации? «Cancel Russia»? Ну, «Cancel Russia» — это, я так понимаю, несколько такое эмоциональное, потому что, ну, как можно отменить Россию? То есть она есть там, где она есть, в своих географических границах, по крайней мере, на данный момент. То, что касается изоляции России, это также не новая идея. Есть такой хороший документ, его можно найти в интернете, называется «Длинная телеграмма Кэнн». Это был поверенный Соединенных Штатов в Москве в конце 40-х годов. И в то время, когда вот союзник вчерашний начал вести себя, мягко говоря, странно, Госдеп запросил у него анализ. Он прислал, то есть этот анализ не поместился в телеграмму классическую, это около шести страниц было, но он четко описал состояние дел и свои предложения. Одно из предложений было, это изоляция Советского Союза, хотя он употреблял также слово «Россия». То есть этой стратегии уже как минимум больше семидесяти лет. Сейчас после попыток интегрировать Россию в цивилизованный демократический мир, после тактики или стратегии последних лет, это сдерживание обороны и диалог, Запад возвращается опять к тому, что нужно было делать как минимум 10 лет назад. То есть это полная изоляция России на всевозможных мировых площадках. То есть Россию исключили из Комитета по правам человека при УГО, Россию исключили из Большой Семерки. Сейчас вопрос стоит очередного саммита Большой Двадцатки. Опять-таки такое ощущение, либо остальные члены Двадцатки согласятся не приглашать туда Россию, либо там будет демарш со стороны других членов Двадцатки более важный, чем присутствие России. Поэтому вот это и есть изоляция. Но еще один момент, это такой достаточно показательный, это то, что на праздновании 77-летия Великой Победы России против фашизма, насколько известно, не будет вообще ни одного лидера государства. Ну, Владимир Путин, по крайней мере, так распространяет заявления в СМИ российские, говорят, что это вот в России решили никого не приглашать вообще, даже Лукашенко решили не приглашать. Ну, это тот случай, когда, я думаю, был большой риск, что кроме самого Лукашенко и Асада, ну, может, еще лидер Северной Кореи, кто бы согласился, мы приехали. То есть они, наверное, в этом данном случае логическое решение было, чтобы не получить очередную, скажем, такую пощечку. Пощечку, я уверен, что Казахстан туда не приехал бы, ну, вот, или там другие президенты со стран дружественных с Англией не приехали бы. То есть это такой упредительный шаг, ну, в общем-то, достаточно показательный. Алексей, возвращаясь к теме вот поточной ситуации, анализа последних событий, сейчас российские СМИ распространяют активно заявление Сергея Нарышкина, это директор службы внешней разведки Российской Федерации, о том, что он заявил о планах установления польского контроля над частью Украины. По его словам Нарышкина, первым этапом операции Польши должен стать ввод польских войск в западной области страны под лозунгом их защиты от российской агрессии. Якобы, по данным СВР Российской Федерации, в настоящее время Варшава обсуждает с администрацией президента США Джозефом Байденом модальности предстоящей миссии. Я цитирую дальше Нарышкина. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием желающих государств. Не уточнил Нарышкин, что это значит, желающих государств. А зачем распространяются вот такие вот заявления? Что это может значить? Я тоже хотел бы спросить, зачем? То есть цели понятны. Цель это поссорить Украину с своими соседями, в том числе мы вспоминали Приднестровье. Создать напряжение между Украиной и ближайшими соседями, в определенной мере это удалось, например, где-то воскресить отношения Украины с Венгрией, но там, скорее всего, желание самого венгерского руководства. То, что касается Польши, я сейчас не вижу, каким образом любые вбросы российской пропаганды могут повлиять на двусторонние отношения Украины, Киева и Варшавы. Но это еще, почему важно то, что вы сейчас показали, вот это еще раз демонстрирует неадекватность российского руководства, то есть полное непонимание того, что происходит сейчас в мире. Я говорю, это очень тревожный сигнал о том, что там действительно есть серьезные проблемы с восприятием, с анализом того, что происходит, как и меняется ситуация сейчас вокруг конфликта. Алексей, в конце хотел бы вернуться к теме ленд-лиза, еще буквально коротко. Напомню нашим зрителям, что 28 апреля палата представителей США большинством, 417 голосов против 10 поддержала программу ленд-лиза Украины, ее, напомню, несколько недель назад одобрил Конгресс США и должен подписать вот этот документ. Джозеф Байден, уже на рассмотрение президенту подан этот документ. Если Байден ставит подпись под законом, законом о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, как говорят, это поможет значительно облегчить и ускорить поставки американского вооружения в Украину. И напомню, что после вступления в силу закона произойдет снятие всех ограничений на поставки вооружения в Украину, это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов и многое другое. Я думаю, ключевое условие закона, это все-таки то, что критически расширяются военные возможности Киева, это фактически неограниченные объемы поставок вооружения, которые, в принципе, можно за те, которые останутся целыми, можно платить, это нулевая ставка, если мне не изменяет память. И тоже очень важно то, что вот в состав вот этой помощи входит вооружение, которого раньше в Украине вообще не было, Абрамс и Ф-16, ну, по крайней мере, именно вот о таком вооружении говорят средства массовой информации, как США, так и украинские в том числе. Постепенно война выходит на высокий уже уровень, скажем так, более высокий уровень военной техники в том числе. Вот что вы думаете об этом? Во-первых, это очень важно с точки зрения политики, потому что перед этим Лендлист был по оказанию помощи Советскому Союзу, другим союзникам антигитлеровской коалиции в борьбе против фашистской Германии. После этого, второй случай, можно между строк читать название этого закона, это по разгрому фашистской России. Это первое, это очень важно. Второе, то, что касается объемов и качества вооружения, я бы хотел обратить внимание на еще один аспект, потому что очень много говорят, обсуждают тактико-технические характеристики. Есть один очень важный аспект или отличие западного вооружения от сооружения советского производства. Потому что это вооружение не только технологичное, оно не только обладает гораздо лучшими характеристиками, чем российское вооружение, но это еще вооружение несет очень важное качество — это забота о личном составе, это сохранение жизни тех людей, которые будут операторами подобного вооружения. Потому что недавно был очень интересный материал, где анализировались большие потери среди российского личного состава, а именно танков. То есть российская техника и советская техника создавалась не под человеком. Там совершенно игнорировалась эта забота о том, что будет с танкистами в данном случае. То есть при поражении, как правило, погибает экипаж без минимальных каких-то шансов на выживание. Эта техника, которая сейчас приходит, как с точки зрения точности ее поражения, нанесения ударов, так с точки зрения защиты самих военнослужащих и сохранения жизни. Это совершенно другая философия вооружения. Хочу, чтобы мы сакцентировали внимание, это вооружение четвертого плюс поколения, пятого поколения. США освобождают свой рынок, в том числе таким образом, для вооружения следующего поколения. И то вооружение, которое будет приходить в Украину, оно выводит противостояние с Российской Федерацией на абсолютно новый уровень, по сути дела. Вряд ли это ключевой фактор для того, чтобы, как вы говорите, обновить парк вооружения в западных армиях, в американских армиях. Хотя понятно, что американцы также преследуют какие-то свои цели. То есть это рабочие места в военно-промышленном комплексе. Причем нужно сказать, что это преимущественно частные компании. Это частные компании. То есть это не государственный сектор в Соединенных Штатах. Но в данном случае, мне кажется, основное, чем они руководствуются, то есть есть, к примеру, вот эти гаубицы, есть эти снаряды, и они предназначены для поражения вероятного противника. Соединенных Штатов, НАТО. То есть кто этот вероятный противник? Ответ абсолютно очевиден. Поэтому не надо ждать, пока российские танки придут на территорию стран-членов НАТО. Вот есть возможность уничтожить этот танк на дальних подступах. Вот это, по-моему, как по мне, такая, как бы, очень-очень разумная логика. Поэтому я думаю, что это один из факторов, которым руководствовались законодатели и американский президент при принятии этого решения. Услышали вас. Говорим огромное спасибо за то, что стали частью информационного ровного ритма. Я напомню, что Алексей Мельник был с нами на связи, директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.